приветствую а у меня снова есть новости а новости такие что работа не стоит на месте продолжаю дальше двигаться хотя работаю прямо так вот сказать сам для себя почему потому что вот допустим произвел предыдущие бритвы лежат на складе который вчера вывесил на сайт тоже лежат на складе то есть в итоге принципе работают для себя поэтому не особо теперь как бы упираюсь потому что я тут это крайне не то что невыгодно даже как-то слово такое не буду беру убыточно скорее вот так вот поэтому то есть скоростном режиме работ не получается чем-то готовым уже удивлять не получается да это кстати вот у меня вчера можно назвать земляком человека земляк он из нижегородской области заказал креночек может уже видели его в распродаже у него ширина лезвия сужается вот сюда вот заширяется чуток миллиметра два вот лезвие лежала просто вот на тысячном камне шаркнута выровнена то есть готова для заточки но не заточена но так как я понял что у человека нет ни мастерской ничего такой возможности что просто взять вот и застряпать хоть какую-то оправу то есть я вызвался сделать это сам для меня это ничего не стоит и причем это так было просто так легко вот взять просто две пластины вот так вот в таком плане сотворить оправу я не знаю это было просто может минут 20-25 не торопцом причем между делом тут никаких я обе жесткости не не уделывался очень ни в чем просто взял две пластины сделал фаски все быстренько грубенько так вот но зато человек перевод бритва а не только клинок вот и мой хват я люблю вот так что если вы смотрите мои видео то вот ваша бритвка готова к отправке по области так с бритвкой все то что на сегодня у меня это вот такие вот клинки вот пакетно кованые углеродистые тут основном шаха 15 клины то есть тут клины еще конечно рядом не было просто снял основной металл то есть как обычно весь лишний металл убрал видите сами закалил они теперь вот твердость 64 единицы шикарной твердость просто-напросто то есть если сравнивать с какими-то любыми бритвами даже самыми крутыми и дорогущими бритвами там любого импортного производителя какого-то то они просто лежат в сторонке мягко выражаясь по твердости тут сверх сверх я уже вам раньше говорил что основном бритвы делаются из сырой стали есть такие индивидуум которые штучку выпускают одно штучные такие есть вот они до их закаливают там есть твердость причем даже в районе 60 единиц ну вот до такой твердости вы не найдете ни одной бритвы вот такие вот у меня штуки клины все клины хотел сделать три клина 2 вогнутых но я вспомнил свой горький опыт что когда я берусь сразу делать и клины и вогнутость то я совершаю ошибки и поэтому у меня косяки в общем выходят всякие разные поэтому решил этого не делать вот в принципе у меня на сегодня вот все дела вот эту модельку я не стал сегодня производить потому что я знаю что мой предел это пять-шесть штук поэтому берусь вот за пять штук одной и той же модельки то есть я присооравливаюсь к одной и той же модели и уже гоняю ее уверенно когда разные модельки опять тоже могу допускать ошибки вот по этому поводу вроде все сказал что мы еще кстати в дюймах я так и не не стремлюсь научиться высчитывать дюймах 24 миллиметра то есть с десятыми долями 24 3 на данный момент шина но на чуть-чуть заводится то есть 24 будет чистыми явно как минимум вот я там смотрю у меня записано сколько-то в дюймах потому что я человек русский я считаю миллиметров то есть как меня учили работать так я и работаю в дюймах пускай марикосы считают ну и кто или тот кто уже привык просто безысходности вот да у меня еще вопрос такой есть одного человека подписчиков у меня на ю тубе как всегда повторяюсь что подписчики на ю тубе только получают свежие новости и видит все в реале как она все на самом деле есть вот не спрашивал по поводу какого-то дешевого варианта именно клин именно шаха 15 да в принципе без проблем были бы деньги потому что листа у меня сейчас шаха 15 нет вообще чтоб купить лист тут опять гору денег и гору забот это то есть из одного там даже пускай пятка клинков это сверху убыточно да я могу расковать из большого прутка могу расковать но он настолько большой что там получится опять много ковки опять себестоимость начнет расти поэтому у меня пока на данный момент нет такого варианта просто провести что-то бюджетное такое ну просто нет я тут уже все передумал все перебрал все что все что заготовки у меня есть вот но и принципе тут это тоже надо браться хотя бы каток делать из даже из той же листовой стали чтобы себестоимость максимально уронить вот как бы так я вам скажешь удовольствие сделал но надо и время и деньги и опять же да и кстати чтобы еще бюджетным клин вышел нужна ширина как можно меньше чем меньше ширина тем больше падает стоимость ну ладно что то я вас тут уже гружу своими заморочками вроде все сказал ладно до свидания там будет что-то интересное не готовы покажу